Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера уже в конце торговой сессии мы видели обновление локальных максимумов, дошли до значения 1.0674, резкое укрепление евро по отношению к американскому доллару. Было вчера вечером, что в свою очередь подтверждает направление, которое было отмечено по предыдущей торговой сессии на укрепление евро по отношению к американскому доллару после обновления максимумов, которые были сформированы 10 апреля. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление евро продолжается. Ближайшая цель по данному движению находится в области 1.0681. После закрепления и ухода выше данной отметки уже мы сможем увидеть евро на 1.07 и на 1.08 соответственно. Пара британский фунт-американский доллар также продолжает свое восходящее движение, начало которого мы отмечали еще 11 числа. Тенденция на укрепление также сохраняется. Ближайшая цель по паре британский фунт это закрепиться выше 1.2554. Фактически там, где сейчас мы, где цена находится, следующий пункт остановки это 1.2610 по данной паре. Пара австралийский доллар, американский доллар также вчера сформировала разворотную модель, ушли выше максимумов, которые были зафиксированы. 11-го числа, 12-го числа, то есть вчера, и сейчас закрепляемся выше данной отметки. Единственное, что в сравнении, к примеру, с парой евро-доллара, уровни для присоединения по данному движению не были сформированы настолько интересно, как это было, к примеру, по паре евро-доллар. Но, тем не менее, данную вероятность мы уже отмечали и рассматривали ранее, то есть продолжение в сторону укрепления австралийского доллара после завершения той коррекции, которую мы видели последние несколько недель. Ну, собственно, сейчас мы это и видим. Ушли выше отметки 75.12, соответственно, с текущих уровней движение на покупку будет более интересно в данной паре. А пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение, вышли из, обновили минимум бокового диапазона, который был отмечен ранее по значению 1.32.92. Если мы рассмотрим более мелкий таймфрейм, в том числе часовой, то каждый последующий минимум идет ниже предыдущего, то есть тенденция сохраняется на ослабление американского доллара и по данной паре в том числе. Ну и то же самое фактически мы видим по паре американский доллар и японская иена. Тенденция на ослабление американского доллара продолжается и по этой паре. Разворотный уровень, ближайший для краткосрочного таймфрейма, мы можем отметить в области 109.85, это максимум, который был зафиксирован вчера, из которого фактически началось нисходящее движение, которое вчера мы могли видеть по большинству инструментов. По индексу DAX вчера мы видели попытку уйти выше максимума торговой сессии 11 числа, но к концу торгового дня вернулись все же в диапазон предыдущий, поэтому если рассматривать о нисходящее движение, то на текущий момент уровень разворота, разворотный уровень, на мой взгляд, необходимо скорректировать на локальный максимум, на максимум, который был зафиксирован именно 10 числа, потому что коррекция была именно в эту область и локальный минимум обновлен был именно с этих точек, поэтому если говорить о покупках по данной паре, по данному инструменту, то говорить о покупках мы сможем только после ухода выше отметки 12.272, либо уже новые уровни, которые могут быть сформированы, мы будем их рассматривать далее. На текущий момент тенденция нисходящая по индексу DAX также сохраняется. Золото продолжает свое восходящее движение, фактически со вчерашнего дня ничего не поменялось, кроме обновления локальных максимумов. Вчера дошли до отметки 1287 долларов за тройскую унцию и рост по данному активу также продолжается. Ближайшая цель это значение 1300 долларов за тройскую унцию. Если мы говорим о уровнях разворота, которые на текущий момент мы можем рассмотреть, это минимум, который был вчера, 1271 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent вчера корректировалась, дошли до практически минимальных значений 11 числа, но пока не ушли ниже. Поэтому, в свою очередь, пока нефть марки Brent остается выше отметки 53.36, тенденция все еще на укрепление нефти сохраняется. Как только мы увидим обновление минимума и закрепление за ним в области 55.35, то уже можно говорить о коррекционном движении, нисходящем по нефти. Ну и индекс доллара, то, что мы на те предпосылки, которые мы отмечали ранее, уход ниже значения 100.42, ну и тот уровень, который был уже на следующий день, 10 апреля, минимум этого дня 100.85, 11 числа позавчера закрепились ниже этой отметки. Соответственно, это подтверждает начало коррекционного движения по данному инструменту. Ну и ближайший уровень разворота, который мы можем отметить, находится на максимуме вчерашней торговой сессии, это 100.76. Если говорить о продолжении укрепления индекса доллара, то мы сможем его увидеть только после ухода выше максимума, который был зафиксирован вчера. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исааков Роман. Ваши вопросы оставляйте под комментарии и увидимся завтра. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...